Последнее, то есть то, что мы видели заявление территориальной избирательной комиссии города Мариуполя, они приняли к сведению, что бюллетени не были переданы участковым избирательным комиссиям, принялись к сведению, информацию, что вы там по большому счету выборы не состоялись, но никаких решений по этому поводу не принимали. Они обратились к центральной избирательной комиссии, чтобы она разъяснила, что делать в этой ситуации, после чего территориальная избирательная комиссия примет решение в отношении этих выборов. Но в любом случае, это компетенция Верховной Рады Украины, то есть мы ждем по большому счету решения Верховной Рады, для того, чтобы понять, что дальше будет происходить в Мариуполе, в Красноармейске, здесь будут эти выборы признаны таким еще не вид булысь, а следовательно, тогда закон предусматривает 60-дневную процедуру установления новой даты проведения выборов. Единственное, что мы действительно хотели бы, ну скажем, зауважить или призывать органы государственной власти и Верховную Раду, не проводить выборы 15 ноября. То есть вместе, как вот было уже несколько таких публичных заявлений в том, что хорошо было бы провести 15 ноября во время второго тура выборов в городских советах, потому что нарушение, скажем так, если мы относимся к срыву выборов в Мариуполе, в Красноармейске, то как причиной считаем только не печать бюллетеней, тогда в принципе понятно, что, ну скажем, как бы есть предположение, что если напечатать бюллетени, то все можно исправить. На самом деле ошибки носили системный характер, там на протяжении длительного срока территориальной избирательной комиссии допускали значительное нарушение процедуры принятия решений. То есть по большому счету мы считаем, что из этого тупика можно выйти только организовав новый избирательный процесс. Ну конечно, да. Здесь надо начинать с формирования территориальных комиссий, которые опять-таки будут принимать поддания, формировать участковые избирательные комиссии, провозить повторную агитацию в движение кандидатов и тогда как бы в этом самом. В противном случае опять-таки мы рискуем повторить те же ошибки, которые уже были допущены, ну и не факт, что мы сможем вырваться из этого тупика таким образом. А когда, вот на какой срок приблизительно тогда в реальной провести? Мы думаем, что это уже начало 2016 года. То есть организовать до конца года, ну опять-таки, если мы пойдем именно по этой процедуре, о которой я сказал, да, то есть признать выборы недействительными и организовать повторные выборы в этих территориальных громадах. Тогда закон предусматривает четкую процедуру, там 60 дней и так далее. Но это уже начало следующего, 2016 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...